Слава Богу! В моей жизни стал вопрос прощения, когда я об этом узнал. Нужно прощать. Ну, вроде как бы, ну, прощать, да прощать. Всегда учат, надо прощать. Сам читал, и понимаю, надо прощать. Читаешь от Иоанна 17, от Луки 17 глава, там написано, если брат согрешил, пришел, попросил, ну, ты должен простить. Но меня никто не просил, а вопрос прощения стоял. И я не знал, что делать. Вроде как бы надо простить, но никто не просит, и как-то непонятная ситуация. Я начал молиться, и Бог дал понимание, что надо простить. Ну, как простить? Никто не просит, никто ничего не говорит, а я должен простить. Но, как бы, время шло, я, как бы, читал, молился и понял, что все-таки это нужно сделать. Я принял решение, простил этих людей. Но все равно в моем сердце не было вот этой какой-то такой свободы и близкого общения с Богом. Я начал дальше всю эту ситуацию анализировать, проверять, почему-то так в моей жизни происходит. И нашел очень много таких интересных вещей. Но если и в моей жизни, вот они, то есть, я, допустим, прощаю, но знать тебя не хочу. Или, допустим, я тебя прощу, если кто-то там за тебя замолвит словечко. Ну, я думаю, что каждый в своей жизни может найти, если и но вот эти всякие разные. И когда я начал читать Библию, я представил себе такую картинку, вот разбойник на кресте просит прощения у Христа. А он говорит, я тебя прощаю, но я знать тебя не хочу. Чем бы эта ситуация закончилась для разбойника? Или женщину, которую толпа привела, Христос сказал бы ей, я тебя прощу, если кто-то из них замолвит за тебя словечко. Но ведь ее не для этого провели, чтобы замолвить словечко, для того, чтобы наказать. И я понял, что вот эти если и но в моей жизни, это неправильно, это не является прощением. И мне пришлось с Божьей помощью это все оставить и удалить из своей жизни. И тогда в свое сердце я ощутил свободу для общения с Богом и дальнейшей своей жизни. И возник потом следующий вопрос. Ну, я их простил. Ну, дальше что? Они-то у меня не просят прощения. И Бог дал такое понимание, что я должен пойти первым и сам сказать, я тебя прощаю. Но опять же, как это? Это же не я виноват, это они виноваты. Почему я должен первый идти и говорить, что я тебя прощаю? Это абсурд какой-то. Шло время, это было ни день, ни два, ни год, это очень много лет длилось. Шло время, и все-таки Бог как бы вел работу со мной, в моем сердце. И опять же, читая Библию, я понял, что Бог, Он не ждал, когда я согрешу и начну просить с Него прощения за свои грехи. И Он заранее пошел на крест, чтобы заранее все это приготовил для меня. И только потом, через сколько-то лет, я просил у Него прощения. То есть, так же я должен поступать. Если я как бы хочу быть похожим на Христа, значит, я должен не ждать, пока у меня попросят, я должен идти вперед. И как бы однажды, сидя на служении, Бог коснулся меня, и я понял, что я должен это сделать. Но поскольку с тем человеком мы были далеко друг от друга, то я прямо на служении набрал ему СМС, говорю, я тебя прощаю за эту ситуацию. И я получил опять свободу, мир в своем сердце и продолжал жить дальше. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Единственная просьба у меня есть к вам. Если у вас есть какие-то ситуации такие похожие, то не повторяйте мои ошибки, не ждите, когда это наступит, а прощайте своевременно. Сейчас есть все скайп, вайбер, все, что хочешь. Говорите людям, что вы их любите, и прощайте их. Аминь. Аминь.